Кто у нас тут? Кисонька. Еще одна котика. Хватит тебя. Рыжий. Рыжий говорливый. Иди вон поешь есть. Иди поешь. Серый малыш. Ему год. Красавец какой. Ой, какой. Потапал. Помпушка. Здравствуй. Домики. Двухэтажный. Там. Там еще есть. И гусар. Красавец гусар. Живет в подъезде у нас. Пропал, друзья. Пропал тот самый дух ютуба 2012-14 года. Это то самое время, когда я только начинал смотреть ютуб. Только начал появляться стабильный интернет. В плане его доступа. То, что в нем можно было сидеть целыми днями. И чем ты больше сидишь в интернете. Пошел просмотр ютуба и так далее и тому подобное. До этого времени у меня была локальная сеть. И интернет, он такой был с ограниченным доступом. Он был дорогой. И сидеть в нем много не получалось. А когда он стал очень обширный и доступный. Естественно, можно было смотреть там по несколько часов на ютубе. Зависать. Смотреть разных блогеров. И вот тогда я пропитался тем самым духом ютуба 2012-14 года. Которого сейчас попросту нет. Сейчас такое не снимают. Сейчас так уже не делают. Это самый был такой простой формат. Но каждый блогер что-то преподносил и нес в своей манере. И это было интересно смотреть. Это было по-особенному. Тогда практически уже заканчивал я смотреть телевизор. Нет, наверное, уже закончил. Я в то время его в 2012-2014 вообще не смотрел. Никакие тв-шоу меня не интересовали. Начал смотреть ютуб. Он был на компе. Это надо было за компом его смотреть. Чуть позже, после 2014-го, дальше, по годам, у нас появились телефоны. Благодаря которым ютуб перекочевал в телефоны. И уже чуть-чуть позже появились телевизоры, на которые перекочевал весь интернет. И опять же, все стали смотреть интернет, ютуб на большом телевизоре. И все это в тот момент скатилось в элементарное то самое тв-шоу. Когда уже смотреть стало абсолютно неинтересно. Блогеры снимают одно и то же. У них все абсолютно похоже. Каждый блогер, у кого больше миллиона подписчиков, только и делает, что понтует со своими деньгами, что он может купить. Это бесконечные кликбейтные названия у людей. Типа автомобиль моего детства, который я не мог купить. Я купил автомобиль, который любила моя мама. Или автомобиль, который я не мог купить, когда я был в школе. И ютубер показывает нам приобретение автомобиля на камеру. У него там 20 операторов, 20 коптеров, 20 монтажеров, 20 сценаристов. Да, картинка, не спорю, красивая. Но смысла в этом видео нет. У него кликбейтное название, которое не раскрывается. То есть он покупает автомобиль некой своей мечты детства. Дальше он покупает его самый дешевый. Хотя у него есть бабки, чтобы купить современный. Не современный, а в хорошем состоянии автомобиль. Но чтобы был контент, они покупают самый дешевый автомобиль. Он у них в этой же серии, после того, как они уезжают от продавца, тут же ломается. Они его по дешевке делают, либо сдают в металлолом. И все, на этом серия заканчивается. Что? Что это было? Это было простое кликбейтное название, которое нам ничего не показало. В этом ролике нет никакой души. Они просто купили какой-то автомобиль, вложили в него бабки, либо не вкладывали, и тут же и продали. Все, он порадовался. Вообще стало неинтересно смотреть. И я говорю, вот этот дух 2012-2014 года Ютуба отсутствует. Я его, наверное, буду стараться сохранить у себя на канале. Это простые видосы, где ты зачастую сам себя снимаешь. Ну, на своем канале я себя сам снимаю. Но вспомнить в те годы, что снимал. Жорик Ревазов снимал офигенные проекты. В некоторых случаях был у него оператор. В большинстве случаев он снимал себя сам. Работы делал он сам. Это Черныш, это Тренажка на турбине. Это Волк Е34 с турбиной он делал. Офигенные, интересные проекты, полезные. Много информации. Снимали там, говорю, в одного, иногда в два человека. Но это было просто нереально интересно смотреть. И тогда не гнались люди за картинкой. Это... Я не знаю, как еще передать то, что тогда снималось. И как это было. Сейчас я говорю, они все зациклены на каком-то шаблоне. Вставить побольше рекламы. Снимается просто так. Все штампуется, как на конвейере. Это превратилось в бесконечное сплошное ТВ-шоу. Наигранность. Вообще не то. Я не знаю, может, современной молодежи, конечно, и нравится это смотреть. Допустим, если бы мне на этот момент было там 21-22. То есть эпоха Ютуба от 2012-2014 года, она была практически 10 лет назад. За 10 лет очень много чего поменялось. Как-то так. И что смотреть? Теперь не знаю. Но вообще Ютуб к этому рано или поздно вернется. Рано или поздно всем опять это надоест. Бесконечное ТВ-шоу. Люди захотят простых блогов от людей. С простой их жизнью. Не с супер вот этой фантастической нарезкой красивых кадров. Да, там, закадровым голосом. Миллионным бюджетом в одну серию. Может быть, кому-то и интересно, конечно, наблюдать за богатой жизнью. Да, многие хотят ее смотреть, видеть там, на себя как-то примерять. Ну, зачастую такое вообще ничего не несет. Да, это просто развлекательный контент. Не полезный, просто развлекательный. Я выехал на берег записать небольшое такое видео. Благо сейчас я на солнце и меня не живут комары. Но как только солнце опустится за деревья, все, тут просто сжирают. Тут находиться будет невозможно. Недавно я ездил, кстати, на своем велике на тот берег по автомобильному мосту. Планирую еще раз в ближайшее время туда съездить. Но из-за того, что комары... Вот сейчас, если была бы такая солнечная погода, можно было бы. Я сильно устал. Какое-то предупреждение. Ладно, если бы я сегодня так сильно не устал, возможно, я бы поехал на тот берег на велосипеде. У меня еще осталась с той поездки вот грязь. Я просто ту поездку снимал в инстаграм всю. Там были сторисы. И планирую ее повторить, но при этом заснять уже все на ютуб-канал. У меня на обратном пути заклинил тормоз. Благо я был уже в городе, но уже полностью стемнело. Открутил колесо, снял его. Там колодка что-то развалилась, заклинила. Потом она выпала. Я поставил колесо обратно. И, в принципе, доехал до дома. Тут было огромное количество шпатков грязи. Она прям просто лежала. Но сейчас иртыш уже ушел, и вот эта грязь, она подсохла. То есть на том берегу практически творилось то же самое. Мне приходилось идти вот по... Просто вот этой всей глине, грязи, чтобы там до красивого места добраться и заснять его. Ну и то, говорю, это было в инстаграме. Хочу повторить и сделать этот видос такой же на ютубчик. А так вообще этот конь у меня уже 10 лет. За 10 лет я вот первый раз в колодке то, что закусило. Я купил сначала колодки, поставил. А у меня диск имел вот такое вот огромное биение. И я попросту не мог собрать и настроить тормоза, потому что они... Как ты их не регулируя, они постоянно шоркают об диск, потому что диск вот с таким биением, огромное биение, больше чем ход колодок. То есть убираешь, разводишь колодки, они попросту пропадают. Ты жмешь на тормоз, они не схватывают диск. Пришлось купить за 10 лет, получается, новые тормозные колодки и передний тормозной диск. Сейчас чуть поднастроил тормоза. Прокатился первый раз на настроенных тормозах, обновленных тормозах. Не то. Сейчас домой приеду, надо взять частигранник и еще раз донастроить, чтобы прямо было четенько. Поэтому это первый выезд, только после обновления тормозов не сразу было грамотно настроено. Хотя долго сидел, настраивал. И задние тормоза также буду менять. Сейчас чуть позже разберу. Также заменю колодки, посмотрю диск, будет биение, опять же надо будет поменять. Блин, красиво, да? Согласись все-таки. Вот она. Тот самый формат ютуба 2012-2014 года. Они банальные ТВ-шоу. Как-то так. Не то, что у меня бомбит там, потому что у меня подписчиков нету, были бы подписчики, я был бы вообще на своей волне и так далее. Нет, я за этим количеством как бы не гонюсь. И у меня на канале видосы именно такого формата, как мне нравится. Я снимаю то, что мне нравится. Как мне нравится. Когда у меня есть настроение, я могу заморочиться и снять какой-то конкретный, глобальный такой видос с огромным количеством монтажа, огромным количеством дублей, которые я снимаю. В основном один. И это очень сложно так, 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 камеру снять, так поставить. В общем, как-то так. Посыл вы поняли видосы? Уже 10 минут. Все. Я погнал дальше. Еще прокачусь чуть-чуть. И потом уже в следующем видосике еще что-нибудь поговорим.